Всем привет, девчонки и ребята! С вами снова я Настя. Сегодняшнее видео будет такое разговорное, это скорее, я бы назвала 5 минуткой. И в этом видео вы узнаете, почему до сих пор нет этого видео, почему я так редко выкладываю, ну и вообще, что происходит в моей жизни и что нового у меня произошло. И начнем, пожалуй, с того, что я так долго не снимала до этого видео, потому что в июне я училась, я сдавала экзамены, также я еще помимо этого работала. Соответственно, у меня не было так много времени на все вместе, и помимо этого я хотела как-то еще снимать видео, но, к сожалению, у меня не хватало достаточного времени на это. Где-то в середине июля, даже ближе к концу, я уволилась. Уволилась я только, наверное, из-за того, что все-таки, ну, поменялись, скажем так, некоторые порядки в организации, где я работала. И, соответственно, как бы, ну, коллектив хороший, но было то, что, как бы, мешало работать. И я выбрала вариант, как бы, уйти с работы, соответственно, у меня появилось время для видео, но где-то ближе к числам 20-м, после последнего видео с Леной, я уехала на дачу. Меня не было, наверное, где-то чуть больше недели, поэтому я не снимала там видео. Вот, помимо этого я снимаю в основном сейчас, ну, в последнее время, видео про дорамы. Это узконаправленный, скажем так, жанр. Это корейские сериалы, соответственно. Те, кто их смотрит, нас где-то 3000, ну, точнее, 2 уже, я точно не помню. Вот, и... Понимаете, как бы, не все любят кей-поп, не все любят азиатов, соответственно, как бы, я не могу угодить прям всем. Вот, про американские сериалы и фильмы будет отдельное видео про фильмы, которые я смотрела не так давно. Надеюсь, вам понравится. Также, к сожалению, у меня сейчас проблемы с освещением. Вы сейчас видите, как падает желтый свет, и от окна я пытаюсь немного такого, знаете, светлого взять. Потому что мне нужен белый свет, к сожалению, из-за лампы. Я сейчас не могу добиться нужного эффекта, и на улице, к сожалению, не так светит солнце, как, допустим, в некоторых предыдущих роликах, там, где было более такое светлое, видите, как бы, на кожу. А, вторая причина, по которой я так долго не снимаю видео, даже после того, как я вернулась с дачи, как бы уже август прошел, господи, там вот сняла два видео, да и все. На самом деле, вся проблема заключается в том, что у меня сейчас серьезные проблемы с кожей. Ну, я думаю, из-за света видно просто, как бы, ну, некоторые дефекты. Просто лицо выглядит как-то не особо, значит, таким, ну, скажем, невыспавшимся. Нет, ну, как бы проблема не в том, что, мне кажется, я пожирнела. Просто сейчас очень много таких нюансов, допустим, в области подбородка, лица, просто ближе я к вам не буду подвигаться, потому что... Ну, давайте так. Если вам сейчас видно, как бы у меня есть некоторые нюансы с кожей, вот. Я не хотела снимать видео, чтобы вы видели меня такой, скажем, помятой, но никакой. Но так как я скоро уеду отдыхать, да, я снова еду в Таиланд, вы скажете, господи, ну сколько можно там мотаться, уже заколебала. Я могу ездить туда очень часто. Если бы не было возможности, я бы, наверное, как и Настя Рубик, пожила бы там месяц, два, ну, может быть, три. Просто мой желудок больше бы, наверное, не подержал. И когда я поеду отдыхать, я возьму с собой камеру, я буду снимать, но я не смогу все это обработать, сразу выложить. Причем я не смогу это выложить из-за того, что у меня есть ноутбук. Но ноутбук я оставила своему брату. Вот, тащить эту бандуру я не хочу с собой. Это все-таки, знаете, не макбук, который маленький и комфортный. Нет, это такая махинка, которая весит килограмм, наверное, три. И я не хочу брать этот лишний вес с собой в аэропорт, в отпуск. Ну зачем оно? Я буду снимать, соответственно, параллельно, если вы, конечно, будете рады видеть мое лицо, я буду делать короткие, такие, знаете, маленькие-маленькие видео и выкладывать это в Инстаграм. Так что подписывайтесь, кстати, на мой Инстаграм, потому что у меня закрытый профайл, и я, к сожалению, да, я не сумму продвинутая, я до сих пор не могу как бы исправить этого. Вот, поэтому, если вы хотите посмотреть, что происходит в моей жизни, хотя я сейчас почти не фотографируюсь, то подписывайтесь на мой Инстаграм, также можете в ВКонтакте. Вот, соответственно, я как бы туда-туда ссылки буду кидать. Вот. Что еще у меня произошло? Помимо того, что у меня, извините, лицо подпортилось, я не стала снимать видео, потому что, так как я больше сейчас специализируюсь на корейских драмах, то как бы я ждала того момента, когда выйдут много-много новых сериалов, чтобы просто отснять вам уже потом, и вам было интересно. Ой, о поездке. 9 сентября я улетаю в Таиланд, лечу я не одна, лечу с молодым человеком, братом, племянником, короче, нас будет очень много, и так как нас будет очень много, соответственно, я надеюсь, мое видео будет снято с многих ракурсов, потому что будет большая рука, большая рука, и они будут как бы, ну, помогать, надеюсь, мне снимать. Что еще такого? А, ну, я сломала штатив, соответственно, у меня нету этой треноги, на которой могла бы поставить камеру, сейчас я снимаю камеру, если бы вы только знали, как это все выглядит. Хорошо, что у меня есть стремянка, да, я девушка, у которой есть стремянка дома. Вот, и как бы за счет этого вы сейчас меня лицезреете, потому что когда я уже собралась, накрасилась, и думаю, ну все, можно снимать, я вспоминаю, что как бы у меня штатив-то нету больше. Вот, так же я купила монопод, заказывала я его на Алиэкспресс. Единственный минус этого монопода, он, к сожалению, прокручивается, поэтому если поставить, допустим, не GoPro, там, AE, а поставить даже AE в этом уже чехле, в боксе, то камера, ну, как бы это объяснить, она переворачивается, потому что сам штатив, это железный штырь, он прокручивается, поэтому камеры тяжелее, допустим, чем GoPro, я не могу поставить к себе. Фотик пыталась переворачиваться, понятно, Canon здоровенный, махи, но тем более перевернется, поэтому я, конечно, постоянно нравюсь поснимать на AE, но там, к сожалению, качество, оно отличается от GoPro, по крайней мере, в плохо освещенных местах. Ну, к тому же вы видели, там есть такой леденющий ролик у меня, именно дороги Таиланда, это просто сборная солянка, ну, просто самой поездки, когда мы ездили по дорогам, вот, это все было как раз снято на AE, вот, в обзоре, я думаю, делать на эту камеру не стоит, потому что этого куча в интернете, вот, что еще, что еще, что еще, чтобы такое вам рассказать, ну, самым таким важным событием в моей жизни, наверное, произошло, как бы, если, ну, те, кто узнает меня давно, они знают, что я в очень долгих отношениях с молодым человеком, вот, и как бы в дальнейшем планируется уже свадьба, девушки, у кого были свадьбы, как вы вообще все это делаете, я просто чуть не чокнулась, пока я смотрела, как все это, где отмечать, ну, ладно, Костя, самое сложное, это вот где отмечать, как проводить, это очень тяжело, ну, по крайней мере, для меня, ну, вот, поэтому я как-то коняче, короче, я как ленилая жопа, хочу, к примеру, более такую романтическую свадьбу, никогда в Москве куча гостей, толпа, его, вот, не знаю, ну, это праздник реально лицемеров, потому что кто-то что-то о тебе знает, ты о не знаешь, кто-то запинуть, что-то тебе говорить, ну, короче, это неприятно, и, и, как бы это объяснить, ну, какой-то день такой обжираловки, это не торжество для меня, вот, и поэтому, так как я такой романтик, и для меня было бы, наверное, лучше какой-нибудь такой, знаете, романтический вечер, ой, есть, знаете, такие церемонии на пляже, вот, я бы хотела, допустим, какой-нибудь такой, да, в европейском стиле, ну, немного, допустим, на пляже, чтобы было, но есть такие свадьбы в тайском стиле, они очень красивые, если правильно все сделать, вот, я бы хотела, наверное, такую, где-нибудь там за границей, чисто, как бы, вы вдвоем, да, И романтика Вот это, я понимаю, это праздник для вас Поэтому, девушки, не знаю Если вы как я, ну, помимо, конечно Нет, я хочу, конечно, не отказалась бы От грандиознейшей свадьбы Там, не знаю, какой-нибудь, знаете Замок Куча гостей Как бы все это красиво Но, если так смотреть Мы все-таки, знаете, не в Америке И как-то под них подстраиваться Я не очень хочу, ну, под такой стандарт Про, знаешь, русские свадьбы Я вообще молчу На как-то свобить, какая-нибудь драка Если кто-нибудь что-нибудь там переберет, да Вот, поэтому Я хочу, как бы Надеюсь, как и многие невесты Которые, ну, не хотят именно показухи Вот этой Они понимают, что это, как бы, тот день, когда Ну, вот, вы с Вашим вовлюбленным, да Как бы, переходите На такую некую границу Когда вы становитесь Не просто там пара, да Вы до этого типа были как одно целое Нет, вы сейчас уже в дальнейшем Вы создаете такую Какая-нибудь ячейка общества Вы, как бы, создаете будущую семью То бишь От вашего, как бы, брака, да В дальнейшем появятся там дети Соответственно Потом Появятся внуки, да У вас Как бы, это такое Ну, не знаю Это лично духовный такой праздник Который нужно проводить Именно только вот с тем человеком Которого вы искренне, там, не знаю Вот вы его любите, да Вы хотите быть только с ним Вот это, да, я понимаю Для меня это больше такая вот свадьба Когда мы будем вдвоем И все так красиво, да В Москве, да, есть красивые места Но Я хочу другой красоты Именно такой, знаете Природный Ну, настоящий Чистый, я бы сказала И меня просто скачивает мысль Но я же девушка Вот Мужчина, я думаю Не очень интересно это слушать Вот Что у меня такого Что у меня такого классного было Знаете, у всех блогеров Ну, допустим, Валерия Долговая Она сейчас не снимает видео Она говорила то, что летом У нее происходит такой период Когда она ищет себя, да У меня, к примеру, лето Это такой Заступоренный Период Когда Ты чего-то Извините Вот видите А, да Я еще и болею Вот Вот это То, что Я когда выхожу на улицу Я просто молюсь Чтобы не встретить Никакого не знакомого Потому что Ну, не очень хочется Чтобы они меня видели Вообще без косметики Никакую С плечами Это вообще ужас Какой-то кошмар, наверное Вот И У меня такой же сейчас Перевод И я пытаюсь как-то Ну, себя раскачать Но мне так все Прям тяжко Я готова Забиться калачиком Сидеть дома Смотреть свои любимые сериалы Отжираться Дальше до зимы Набираться жирка Вот И больше мне как бы В целом Ничего не надо Как-то Общение Со знакомыми Друзьями Да, я общаюсь Но Не знаю У меня сейчас нет Такого драйва Там Тусня Встречи Не знаю У меня сейчас Какой-то такой Инкубационный период Когда я пытаюсь Так в себя прийти Знаете Каждому человеку Нужно время для себя Все мы люди И все В какой-то период Мы должны Посвятить себе Какой-то Знаете Там День Час Многие говорят То, что Офики Эти любители Аур И так далее Что Когда мы общаемся С людьми Мы живем с людьми Мы даем Какую-то энергетику И нужно ее Соответственно Как бы У меня сейчас Такой период Я накапливаю Энергетику Для себя Для себя Вот Что еще Что у меня еще Такого могло произойти Вот Снимать глупые рубрики Типа Что у меня в сумке Что там У меня в телефоне Это вообще абсурд У меня в сумке Как у каждой девушки Бардак Готовить свою сумку заранее Я тоже не собираюсь Для всех А У меня Извините У меня вернулась собака Обратно в Москву Вот Может конечно Как-нибудь там Постарается Влезть ко мне в кадр Нет Улегся Вот Ну да Ко мне вернули Собаку обратно Ну знаете Поэтому Сейчас у меня Все время Посторонний шум будет Вот И время уходит На семью На семью На ленивые занятия На собаку Короче Я вот такая Все Времена Вот Поэтому Друзья Если вы меня Сейчас смотрите Простите Что я сейчас Мало с кем Вижусь Потому что Я сейчас Стремно И не хочу Шокировать Публику Вас И себя Тоже Вот Хотя сейчас Взгляка Кажется Что вроде бы Все нормально Но это не так Это все Обман Вот Если вы сейчас Находитесь В таком же Полураскачанном Состоянии Как и я Пишите Пожалуйста Ваши комментарии Как вы С этим Справляетесь Что вы Делаете Я понимаю Что нужно Собраться Одеться Пойти Гулять Наоборот Как-то Знаете Себя Растрясывать Веселье Но Я просто Коплю Эту энергию Для того Чтобы Когда я Пойду туда Реально Отдыхать Чтобы Не знаю Насладиться Полностью Кстати Если вы Сейчас смотрите Это видео Вы должны Смотреть это видео Потому что Те кто смотрит Только бэк и поп Пожалуйста Смотрите мои влоги Чтобы Понять меня Как-то Почему Например Я делаю Выбор на Определенную Дораму Потому что я романтик Мне нужно романтик Или Не знаю Я обожаю Фильмы ужасов Мне нужно Чтобы кровь В жилу Состывала Вот Я хочу По приезду Провести Конкурс Сегодня У меня На данный момент Рано конечно Радоваться У меня пока что Только 100 подписчиков Но это уже 100 Это уже Круглая циферка Я уже жду Когда она увеличится До 200 300 И более Вот И наверное С каждой Такой Круглой Датой Я хочу Проводить Немки Такие конкурсы Дарить подарки Вот Условия конкурса Я еще пока продумаю Потому что Я думаю Не всем подписчики Из Москвы Соответственно Нам придется Делать Как бы посылку Но Так как я еду В Таиланд Я конечно Постараюсь найти Магазин С кейпоп Дисками С дисками Ваших любимых Певцов Если вы Не любитель Кейпопа Я найду Вам Что-нибудь Другое Итак Условия Конкурса Что именно Будет Это будет Все позже Уже По приезду Это скорее всего Будет Конкурс Проведен В начале Дайте подумать Дайте подумать В начале Наверное Октября Вот И помимо Этого Пока Электрон Мобильные Разыгрывать Я пока что Не могу Во-первых Я сама Не работаю Соответственно Раздариваться Такими Прям Подарками Я не могу Но Более-менее Такими Скромными Красивыми Интересными Конечно Я с вами Поделюсь Так что Оставайтесь Пока На моем Канале Подписывайтесь Сделайте Рассылочку Можете Ссылочки Вконтакте Делать Он даже Кейпопера Вы же смотрите Мои дарамы Мои дарамы Как будто я режиссер Вы смотрите Видео Видео Обзора Рассказывайте В группах Рассказывайте Своим друзьям Потому что Не знаю Мне кажется Если У фанатов Кейпопа Из России Ну скажем так Узнают Там За бугром В Корее То Они Знаете Фестиваль Культуры В этот раз По-моему Все-таки Отменили Вот То я думаю Мы все-таки Сможем Добрать Этих Прекрасных Звезд К нам И они Все-таки Приедут Потому что Все-таки Знаете Хочется Чтобы Кейпоп Прилетела Наконец Нормально Потому что Кому-то Повезло Кто-то Эго Завидел А я Нет А я В Москве Вот так Так что Если Вы обычный Любитель Фильмов Бьюти Блогеров Блогеров Я Конечно Не Бьюти Блогер Но Так Как Я Пойду В Таиланд Соответственно Я Привезу Новую Косметику Новую Одежду Так Как Я Конечно Пышечка Небо Так Другой Ерунды Я Сниму Еще Одежду Вот Так Что Пишите Ваши Идеи Что Бо Вы Хотели Видеть На Моем Канале Пытайтесь Растрястись Вместе Со Мной Ждите Новых Видео Кстати Сегодня Сегодня Именно Выйдет Еще Одно Видео Сразу После Этого Но Это Уже Будет Для Фанатов Кейпопа Ну Что Спасибо Что Были Со Мной Еще Раз Оставятся Комментарии Отзывы Подписывайтесь На мой канал Спасибо Что Вы Есть Мои Любимые Сладники Я вас обожаю Моя Солдочка Ну И те Кто Просто Меня Даже Так Сейчас Смотрят Все Так 5000 Просмотров Это Уже Хоть Что Ладно Всех Люблю Всех Целую Всем Пока